ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И наша машина, как только повернула на улицу, по которой мы проезжали с военкорами до этого, была обстреляна. Причем УКРы применяют сейчас новую тактику. Бьет танк и затем по цели, куда бьет танк, продолжают класть прицельные минометы. Машина следовала по улице, поменяла маршрут, но минометы все равно продолжали ее преследовать. То есть у УКРов появилась какая-то новая техника, скорее всего иностранного производства, которая не применялась ранее. Так как они видят цели на дистанции до 5 километров и очень быстро наводятся на эти цели. Причем наводится тот самый танк, который появился. Машина меняла курс движения, без пилотников не наблюдалось, координаторов не могло быть в том квадрате, потому что мы его плотно контролируем. Но тем не менее была обстреляна машина по маршруту движения. На следующий день я с командиром роты «Карасем» пошел к соседям, дабы скоординировать свои действия. По нам был открыт плотный снайперско-пулеметный огонь. Мы спрятались в подвале. Командир дал приказ ответить им из подствольного гранатомета, чтобы они не забывались. Как только я выстрелил и зашел в подвал, чтобы перезарядиться, буквально через минуту второй этаж дома был полностью снесен выстрелом с танка. То есть у него время реакции очень быстрое. Некоторые предисловия еще ранее я слышал от наших танкистов, которые хотели поймать этот танк, что на нашем участке фронта появился какой-то опытный образец. Он ходит очень тихо, стреляет очень далеко и очень сильно мощно. То есть использует такую нестандартную тактику ведения танковой войны. Укры, как мы узнали, прозвали, это танк «Черная пантера» или «Черная смерть». Недавно в репортаже украинских новостей, вот он мельком мелькнул этот танк, ну и нам докладывали, он нестандартной формой, скорее всего, это не украинский танк. Что его выдает? Он черного цвета, плоская приземленная башня, у которой выдвинут задний отсек даже дальше моторного отсека. То есть башня очень плоская и длинная, а также очень-очень большая пушка. Также разрушение, которое он причиняет. Буквально на следующий день в расположении, в той точке, где мы были, мы вышли во двор с ребятами, так как начался минометный обстрел. Начали спускаться в подвал, в это время танк выстрелил, и соседний дом просто сдуло, как ветром. Это вот обычно танк, когда стрелял, были проломы в стене. Ну, когда он бьет там фугасным, ну, осколки. А здесь полностью дома просто сдувает. Причем он наводится даже на групповые цели из нескольких человек. Поэтому это что-то новое и, скорее всего, не наше. Они его прозвали Черная Пантера. Теперь мы охотимся на Черную Пантеру. Вот. По ситуации в Широкино усилились и продолжаются частые минометные обстрелы и танковые обстрелы. Выезжает эта Черная Пантера, выезжает два танка. Он, используя свои вот эти совершенные приборы наведения, бьет по нам. В эту точку бьют минометы 120-е и 82-е, а два танка его прикрывают от наших танков. К2 Black Panther, основной боевой танк, является результатом работы программы X-K2. Самый современный танк Республики Корея. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой танк в мире. Его стоимость составляет 8,5 миллионов долларов. При разработке танка использовались только местные технологии. Его разработка началась в 1995 году, а серийное производство ожидается в ближайшее время. Южнокорейской армии требуется около 400 таких боевых машин. К2 Black Panther заменит основной боевой танк К1. В настоящее время К2 является одним из самых современных боевых танков в мире. В Северной Корее или Китае подобных танков нет. Танк защищен модульной композитной броней с использованием ERA-блоков. Он также оборудован активной системой защиты и противодействия. Защита К2 во многом схожа с М1А2 Abrams, но К2 значительно легче. Танк имеет современную систему управления огнем. Она позволяет отслеживать и уничтожать не только основные боевые танки, но и низколетящие вертолеты. Максимальная эффективная дальность стрельбы – до 10 километров. Система управления огнем может определить, отследить и программно-автоматически сработать при обнаружении объекта заданных параметров без необходимости каких-либо действий со стороны человека. «Черная пантера» вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой Rain Metal в комплекте с автоматом заряжения. Этот танк имеет максимальную скорострельность в 15 выстрелов в минуту. Стоит отметить, что автозагрузчик снарядов похож на систему, используемую на французском танке Leclerc. 120-мм пушка может стрелять различными боеприпасами, в том числе KSTAM выстрелами. Имеет собственную систему наведения, управляется четырьмя стабилизаторами. На заключительном этапе раскрывается парашют, чтобы замедлить падение снаряда и точно попасть в цель. Снаряды имеют максимальную дальность 8 километров. Вторичное вооружение состоит из спаренного 7,62-мм пулемета и 12,7-мм пулемета K6, установленного на верхней части башни. Кроме того, тяжелый пулемет K6 имеет автоматическую систему распознавания свой-чужой. Танк K2 оборудован цифровой системой управления боя и системой навигации для быстрой координации действий и повышения ситуационной осведомленности между дружественными силами. На K2 установлен лицензионный двигатель MTU MB883 KA500, развивающий мощность 1500 лошадиных сил. Существует также вспомогательная газотурбинная силовая установка, развивающая мощность 400 лошадиных сил. Подвеска танка, полуактивная гидропневматическая. Каждое колесо может управляться индивидуально, что позволяет танку принимать любое положение корпуса. Эта функция дает ряд преимуществ. Кроме того, она проще в обслуживании по сравнению с традиционной. «Черная пантера» оснащен комплектом глубокого преодоления Брода. Он позволяет танку пересекать реки и другие водные преграды глубиной до 4,2 метров. Экипаж танка состоит из трех человек. Командира, наводчика и водителя. Танки K2 планируются поставлять на экспорт. Турция успешно провела переговоры по импортированию и лицензионному производству K2. Новый турецкий танк Алтай будет использовать некоторые технологии K2 Black Panther.